Всем добрый вечер, меня зовут Руслан Халецкий, как ни странно, думаю поэтому вы и пришли. Являюсь я учрителем компании Genetic Lab, компания существует с 2013 года. Ну и по совместительству я финалист чемпионата России, кандидат в мастера спорта по бодибилдингу и довольно-таки давно веду тренерскую деятельность, наверное, года ЭТАК с 2009, наверное. У меня есть несколько мастеров спорта, подготовленных мною, чемпионов России. И сейчас я мало кого тренирую, в основном это мои близкие друзья, либо люди, которым уж очень сильно хочется и у них очень много лишних денег, потому что в связи с нехваткой времени ставлю я такую цену заградительную. Сегодня я постараюсь быть довольно-таки краток в основной части, потому что в большинстве случаев людям интересно задать вопрос, который их волнует и получить на него ответ. О чем хотелось рассказать сегодня, так скажем, рациональное питание? Что оно из себя представляет? Часть спортпита в рациональном питании на самом деле не такая большая. Я сейчас не буду никого пытаться убедить, что спортпит – это панацея от всех бед, хотя это так и есть, естественно. Нет, панацея от всех бед – это правильное питание. Что оно из себя представляет? Питаться каждый человек должен, исходя из того, какую цель он хочет получить. Почему? То есть диета – это большая глупость. Любая диета, которую вам могут рекомендовать журналы, книги, диетологи. На самом деле, хотел по дороге посмотреть, есть ли вообще в России высшее образование такое, как диетолог, либо диетология. Есть, да, специальность такая? Давно введена вообще, не знаешь? Я думаю, не особо. Скорее всего, это такая полукоммерческая специальность. А потом, наверное, курсами, как и тренерские курсы. Надо понимать, что тренера по фитнесу и бодибилдингу не существует. Есть академия имени Лесговта, есть другие спортивные вузы. Есть там тренера по атлетизму, по тяжелой атлетике, по силовым видам спорта. Тренера по фитнесу и по бодибилдингу как высшего образования не существует. Соответственно, любой человек, который имеет сертификат тренера, есть два варианта. Либо это человек грамотный, который развивается, учится, добился результатов. У кого его люди добиваются результатов, улучшают свое здоровье и физическую форму, таких тренеров примерно 5%. Остальные 95% те ребята, которые очень плохо учились в школе, потом очень плохо учились в вузе, дай бог, если учились. То есть пошли на двухнедельные курсы, а возможно прошли курсы в интернете и получили распечатку на принтере, поэтому таким лучше не попадать. То же самое и с диетологами. Есть действительно талантливые люди, грамотные, которые прочли кучу литературы, пропустили через призму своего понимания, через какой-то опыт и действительно могут помочь с диетой. В других случаях вам рекомендуют есть гречку, либо кефирную диету, либо какую-нибудь диету на основе только белков, которые, так скажем, будут вызывать состояние кетоза. Все эти диеты могут работать, а могут и не работать. Но в любом случае каждая диета, скорее всего, нанесет вред вашему здоровью. Диета – это вредно. Гречка рассматриваем. С одной стороны, можно есть реально грамм 300 гречки, будет дефицит калорий, мы будем худеть. Мы не будем получать полноценного белка животного, мы не будем получать нужного количества жиров. Соответственно, организм начнет сыпаться. Сыпаться в первую очередь начнет гормоналка и иммунная система, так как наши гормоны связаны напрямую с жирами, а все глобулины белковые тела – это белковые структуры. Питание должно быть обязательно рациональное и основано только на том количестве калорий, которые мы потребляем, и в зависимости из нашей цели. Так вот, основываемся мы в своем рационе, исходя из цели. Если мы набираем, у нас должен быть профицит – избыток калорий. Если нам нужно сохранить свою форму, постепенно жестче, не меняя структуру, то есть процент содержания жира в организме, мы держим рацион в диапазоне базового обмена плюс процент на наши энергозатраты. У всех разные виды спорта, разные виды работы, тут можно варьировать от 15 до 30 процентов в базе. Вводить организм в состояние серьезного стресса – это большая ошибка, потому что каждый резкий скачок, любой форсаж, он в последующем обернется тем, что процессы энергообмена будут замедляться, организм будет пытаться прийти в состояние такого, так скажем, минимума пассивной энергии, минимума энергозатрат, и на дистанции результат будет тот же самый, как если бы мы делали это без серьезного урезания, без сильного стресса для организма. Сколько нужно есть белка? Есть нормы Всемирной Ассоциации Здравоохранения. Это порядка 1 грамма для мужчины и порядка 0,9 грамм для женщины, для взрослого человека потребления. Это нормы для человека, который 30 минут в день ходит, остальное время сидит на работе и смотрит телевизор. Вот это нормы для того, чтобы этот человек поддерживал свой организм и все системы с достаточным содержанием белка в рационе. Если же человек занимается спортом, занимается активно, то количество белка в его рационе должно быть в диапазоне 2 грамм. 2 грамма-2,5. Если кто-то считает, что это много, это не так. Организм здорового человека может в сутки усвоить порядка 8 грамм белка на килограмм собственного веса. Причем даже этот белок будет съеден еще и единоразово. Вот, как бы, да, есть такой момент. Так делать не нужно. Это я еще раз подчеркну у абсолютно здорового человека. Таких, в принципе, довольно-таки мало. Особенно таких мало среди тех, кто визуально выглядит очень здоровыми. Это зачастую именно так и происходит. 2-2,5 грамма белка на килограмм тела. Это норма по белку. В случае, если мы худеем, либо мы набираем, от этой, так скажем, от этой зоны сильно двигаться не нужно. Но в случае, если нам нужно, мы считаем, что нам не хватает белка, то и в случае цели сброса веса, и в случае цели набора веса можно добавлять полграмма. То есть пиковую дозировку белка может рассчитывать как 3 грамма. Почему в условиях диеты это можно делать? Так как от белка мы не получаем, так скажем, калории, которые идут в жир. Да, мы можем за счет него повысить калорийность, набить живот, то есть что-то пожевать. Да, ничего не помешает вам съесть там лишнего белка, если вам будет снижение жирности, либо индейки, либо куриных грудок. Кроме того, на пищеварительные процессы для получения энергии расщепления белка на структурные аминокислоты организм потратит энергию дополнительно. То есть потребляя грамм белка и получая с него 4 килокалории, мы еще дополнительно 2 килокалории краски потратим на процесс гидролиза. Это первостепенно нагрева, потом выделение хирургативной системы, протеаза и гидролиза под воздействием кислорода этого белка. По белку, думаю, более-менее понятно. От 2 до 3 грамм, в зависимости от того, как вы его можете воспринимать, как и насколько вы любите, кроме прочего, да, белок. Жиры. Жиры не стоит опускать ниже, чем 1 грамм на килограмм веса тела. Причем должно быть в жирах не более 30% вашего рациона насыщенные жиры. Насыщенные жиры, так скажем, мы их начнем в группе относительно вредные. Это жир из мяса, жир из кисломолочных продуктов, из молока и так далее. То есть основная часть должна быть у нас ненасыщенные жиры, такие как омега-3, свежица рыба, растительные масла, нерафинированные. Нерафинированные обычно там написано будет холодного отжима. Этот момент очень важный. И второй момент касательных жиров сразу. Ни в коем случае они не должны подвергаться термической обработке. Мало того, не то, что жаркие, но и нагреву свыше 60 градусов не стоит подвергать никакие натуральные жиры. То есть если у вас банка с какой-нибудь омегой простояла на солнце, эту омегу стоит выкинуть. Она будет испорчена. Также не стоит хранить салатное масло возле духового шкафа, либо возле плиты, где идет нагрев. Это тоже негативно скажется на качестве потребляемых вами жиров. То есть у нас получается, что у нас есть норма по белку, по жирам тоже присутствует. Жиры можно повышать, в зависимости, если мы набираем вес, до 2-2,5 грамм при соблюдении той же самой пропорции, что не более 30% будут жиры вредные. Естественно, в режиме набора или похудения нам остаются как раз-таки углеводы. Углеводы мы варьируем способ набора или сброса веса, так как нутриенты, такие как белок и жир, у нас являются практически константами в нашем рационе. По крайней мере, должны такими являться. Зачем заменять сахар? Сахар – это углеводы. То есть очень хорошие, это моносахарид, причем, который очень легко метаболизирует в организме человека. Чтобы ты понимал, как раз-таки фруктовые сахара метаболизируются сложнее. Путь из фруктозы в гликоген более тяжелый, чем из сахарозы в гликоген. Соответственно, вечером, если мы сравняем количество углеводов, полученное из яблока или из булки, то есть понятно, что в булке их больше изначально, углеводов. Одна булка будет равняться примерно трем яблокам по количеству углеводов. Но с точки зрения того, чтобы это быстрее метаболизировалось, вечером лучше съесть булку. Вот так. Просто нужно себе это посчитать. Поэтому от сахара, если он нравится, если он нужен, нужна чашка сахара именно в чае или в кофе, и тебе не нравится сукралоза или другой сахарозаменитель, хотя я быстро коснусь по сахарозаменителям. Выбор у вас может быть только из двух. Это либо стивея, причем не травка заваренная стивея, она большинство стран мира запрещена, возможно, быть токсичной, ее нельзя употреблять по травку, заваривать, не забудьте. Стивея, именно уже чистая, сертифицированная, в таблеточках, либо в порошке, либо сукралоза. Все остальные сахарозаменители стоит оставить для других. Они, возможно, не так вредны, не так страшны. Буквально недавно общался с коллегой из Швецы, он сказал, что у них в стране почти везде аспартам. Вы считаете аспартам ядом, опасным, его нельзя нагревать. У них аспартам везде, потому что это дешево, и им всем втирают. Ребята, да, как бы он вредный, но чтобы он был вам вреден, вам нужно 10 кг аспартама в день. Никто этого не делает, поэтому, пожалуйста, вот кока-кола пейте. Она не вредная, потому что вы не выпьете ее 40 литров. Но вам все-таки порекомендую либо стивею, либо сукралозу, либо чтобы было вообще кайф, вот по половинку на половинку, тогда будет прям очень приятное ощущение слабости. Поэтому сахар заменять не нужно, его просто главное считать. Он не так страшен. Просто вот все вещи, о которых мы думаем, да, что сахар вредно, йогурт полезно. Вот йогурт нифига не полезно. В йогурте куча сахара, консервантов, как и ерунды. Да, просто нам в телевизоре об этом говорят. Также о вреде сахара пытаются говорить те, кто выпускает продукты на фруктозе. Это всего лишь маркетинг. Тут нужно думать больше головой, просто считать калорийность. Можно есть, реально, грубо говоря, куриную грудку, полить ее оливковым маслом холодного отжима и посыпать сахаром. Если ты укладываешься в свою калорийность, то, в принципе, все даже очень ничего. Плюс сдавать какие-то базовые анализы для отслеживания количества минералов, витаминов необходимого количества в организме и состояния здоровья. Потому что, может, вы потребляете норму по витаминам, да, вы понимаете это, ну, там, банально, с какими-то врожденными особенностями он может плохо усваиваться. То есть тут нужно будет менять либо вид продуктов, там, грубо говоря, с железом у многих проблемы. Мы получаем из продуктов питания в основном железо двухвалентное, а потребляемые витамины почти везде железо трехвалентное. И у человека, может быть, нарушен процесс обмена ионами, у него не будет просто в двухвалентное железо оно переходить и не будет усваиваться. То есть нужны будут покупаться краски капли с двухвалентным железом. Поэтому сахар не так страшен. Главное его считать. Очень рекомендую тем, кто хочет следить за своим питанием, скачать приложение для подсчета калорий на свои мобильные устройства. Это очень удобно. Тем более, в большинстве случаев у нас всех продуктовая корзина стабильная. И либо вы сразу будете находить там продукт свой в поиске, либо вы будете его добавлять. И за две недели у вас будет занимать подсчет калорийности вашего рациона порядка 40 секунд на один прием пищи. Вы всегда будете к вечеру узнать, сколько вам осталось съесть. Или вы уже, допустим, переели. В случае, если вы худеете, и вам к вечеру осталась какая-то калорийность, я бы рекомендовал не идти ее доедать, если нет чувства сильного голода, а оставить профицит побольше. Если у вас сахарный диабет первого либо второго типа, опираться на гликемический индекс для вас жизненная необходимость. Если вы человек здоровый, у вас не было у бабушек и прабабушек сахарного диабета, то смотреть на гликемический индекс вам практически не нужно. Так как я уже сказал, сахара достаточно легко метаболизируются, если вы едите в норму вашей калорийности. То есть что такое гликемический индекс? Это скорость поступления глюкозы в кровь. Если у вас нет проблем с работой поджелудочной железы, то для вас это не имеет никакого большого значения. Просто опять же, это вот умные диетологи притянули от питания диабетиков к обычным людям и теперь пытаются всем впихнуть что-нибудь с овсяной мукой. Хотя нужно понимать, что овсяная мука, она ничем не лучше, чем мука уже обычно пшеничная. Потому что она будет усваиваться на 3% дольше. Это ничего не значит, а стоимость будет дороже, она еще не такая вкусная. Потому что овсянка усваивается долго, если это овсянка, ясно солнышко, номер один, вот такого размера хлопья. Как раз таки из-за того, что они крупные, для проникновения поджелудочного сока в комок пищи, где-то проникает до 5 мм. И вот этот уже процесс перемешивания желудком, пропускания через сфинктер желудка дальше в пищеварительный тракт занимает время. Когда это все уже перемолотое, то есть если булочка сделана из овсяной муки, либо из пшеничной, большой погоды это не сделает. Гликемический индекс очень важен в случаях сахарного диабета и рисков развития сахарного диабета. С употреблением углеводов во время тренировки для многих из спорта важно. Прямо это часть тренировки заключается в том, чтобы ты ел углеводы и мог тренироваться дольше и эффективнее. В бодибилде не такого нет. У нас как раз таки можно источить все запасы гликогена и замечательно потом поел. Можно продлить тренировку потреблением цикла декстрина, либо амилопектина. У силовиков достаточно важно потребление углеводов во время тренировочного процесса, так как периоды отдыха долгие, большая физическая нагрузка вызывает не только время своего упражнения, расщепление нашего гликогена, но и в последнейшем процессе отдыха. И тут нужна подпитка постоянно, чтобы всю тренировку можно было тренироваться на максимуме. В этом случае мы используем продукты с минимальным инсулиновым индексом. Это амилопектин, циклодекстрин. Их огромный плюс, кроме инсулинового индекса, это еще и отсутствие после их приема тяжести в животе. Они требуются, кроме того, что легко усваиваются, еще минимум водорода. То есть в отличие от того же от мальты, которая используется достаточно часто, мальты много не съешь. То есть те потребности, которые у силовика есть, тут как бы может с мальтой быть в животе неприятное ощущение. Ты восполняешь. А если ты будешь во время тренировки подпитываться... Не пробовал? Тяжело. Тяжело? Попробуй амилу. Прям... У тебя, видишь, тут на самом деле очень интересный момент. БЦАшки, они дают энергию. Есть процесс глюконеогенеза из БЦА, но, блин, ты берешь БЦАшки, которые стоят кучу денег, и превращаешь их в сахар с помощью своего организма. Так почему же не взять правильный сахар? Добавь в сахар БЦАшки, то есть смешая милопектин с БЦАшками, на выходе ты получишь, вот сколько раз ранее лейцина в своей крови в время тренинга, улучшенный белковый синтез. БЦАшки будут идти на строительство мышц, а углеводы будут идти на энергию. То есть, как бы так сказать, какой-нибудь пример из жизни. Вот если у тебя дорогая испанская плитка, да, куплена, вот она, скорее всего, куплена у тебя для ванной. Вот не нужно испанской плиткой выкладывать брусчатку перед домом. Ну, если, конечно, нет на лишних денег. Если не напрягает, то можно, да. У меня тоже знакомый Ониксом выложил крыльцо и считает, что это очень круто. Да, но лучше углеводы на энергию, белок на строительство мышц. Это логично. И, в принципе, организм тоже, скорее всего, думает, черт побери, мне нужна энергия, что делать? Ах, есть БЦАшки, буду их переводить. И когда ты тренируешься, нужно стараться сделать так, чтобы все системы организма были направлены на тренировочный процесс. Грубо говоря, почему мы не должны кушать твердую пищу сразу после тренировки? Потому что у нас от кишечного, от желудочно-кишечного тракта идет отток крови. Он вся уходит у нас в периферическую крупную мускулатуру. Соответственно, и желудок у нас работает более вяло. То есть, часть еды может там некачественно перемешаться, да, то есть она уйдет в кишечник не до конца переваренный. Там будут процессы идти брожения, прогоркания и так далее. Поэтому мы должны твердую пищу через час после тренировки. А продукты спортивного питания могут употребляться сразу, так как они уже частично прошли процесс переработки. Границем может легко их усваивать как во время, так и сразу после занятий. Поэтому купи Амилопексин. Ну и от другой компании, у кого он есть. Такой вопрос. Интересно Ваше мнение насчет вот такой теории, что человек держит подтянутую сухую форму, не соревновательную, просто сухую форму, да, то ему не обязательно добиться гречкой, рисом, если прочее, ему главное держать углеводы и все равно из риса они ели из булки. Это как Вы считаете? Абсолютно верно. Я уже сказал. Главное считать калории. Но вот я очень сильно против того, что пропагандируют Flexible Diet. Они говорят, жри бургеры в свою калорийность, и ты можешь быть сухим, при этом поедая фастфуд. Это правда. Реально. Для нашей фигуры зависит только то, сколько калорий мы потребляем. Нужно понимать, что фастфуд даже в норме калорийности будет нести с собой глютамат натрия, избыток простого натрия хлорида, избыток консервантов, в которых хранятся эти продукты. То есть качество пищи потребляемой должно быть хорошим при любом варианте, потому что это влияет на наш организм, и с возрастом все это будет накапливаться. Поэтому действительно так. То есть в какой-то день ты можешь заменить рис, гречку, макароны на какую-нибудь там сладкую булку рафинированную, но это должно быть минимизировано только с точки зрения здоровья. С точки зрения фигуры нет никакого значения, какие именно продукты ты потребляешь. Конечно, желательно еще и к БЖУ, к своему, да, попадать, потребляя фастфуд. Но это несложно. Можно реально съесть половину рациона фастфудом, запить это протеином, съесть горсть омеги, и ты попадешь прямо в норму свою. Сейчас по идее фастфуде написано, сколько белков, глюлеводов, жиров в бургере. То есть факт, что это правда, да. А значит, тогда они тогда это пишут, если это не правда. По закону требуется написать калорийность потребляемых продуктов. И в ресторанах должен быть отдельный лист с развесовкой блюд и с калорийностью. В фастфуде видео, в ресторанах есть? В ресторанах есть, в хорошем уровне. В ресторанах есть полностью раскладка по выдаче блюда в готовом виде и по его калорийности. В фастфуде я тоже думаю, на самом деле, примерно близко. Но ты должен, если ты посмотришь калорийность, ты увидишь, что будет там белка 15 грамм, жиров 40 и сахаров еще 40. С таким рационом тяжело вписаться в правильное БЖУ. В калорийность можно. Но лучше этого на постоянной основе не делать. И то, что вы видите в Инстаграмах, в Интернете, в том, кто вам рассказывает, что вот я там какой-нибудь мистер Олимпия, я вот ем бургеры, так все весело и здорово. Весело и здорово в Инстаграме. В жизни у него с собой контейнеры. Допустим, даже если он съел бургер один, то остальные 70% в рацион, у него правильная пища, большое количество овощей, пищевых волокон, все необходимые витамины, минералы и так далее. Все, конечно, пытаются что-то продать. В том числе продать и себя. И что, какое я молодежь, как весело. Следите за мной и покупайте у меня программы питания. И они будут работать. Но я считаю, что основной целью должно быть здоровье. И уже от него получается хорошая фигура. А наоборот, вообще никак не выйдет. Если пытаться сделать хорошую фигуру и потом посмотреть, что выйдет со здоровьем, будет совсем, скорее всего, не здорово. Но еще раз, кроме того, что формирование состава тела, то есть процентного содержания жира в организме, зависит только от той калорийности, которую мы потребляем, и от того количества калорий, которые мы тратим в течение дня. Если мы потребляем калорий меньше, чем нам необходимо потратить, то мы будем в порядке худеть. Слушай, видишь, ты, скорее всего, с опытом, возможно. Я говорю, в идеальном варианте. И действительно, даже для опытного человека, когда он начинает взвешивать и считать, лучше все происходит. Ты, наверное, понимаешь, что какой-нибудь Фил Хитт, он реально очень опытный, и тренер у него очень опытный. Но он все взвешивает. А прикинь, вот если ты хочешь получить результат, неужели не стоит приложить, допустим, дополнительные 5% усилий и пусть результат 100% быстрее, лучше и эффективнее? Просто смотря какой результат, потому что достигнут результата, ты должен будешь его выдержать. Это тоже проблема. Нет, это не проблема. Ты же знаешь, что тебе нужно кушать. Да, почему ты же... То есть нам не нужно брать, надо сделать большую ранку, чем ты... Мотивация. Когда ты достиг результата, у тебя рацион может увеличиться. Кстати, очень важно, хорошее слово, да, вот мотивация. Зачастую, когда ты начинаешь считать, у тебя быстрее идет результат, чем быстрее ты получаешь результат, тем легче тебе становится. Я вот, ну, очень давно, да, в фитнесе, я помню, когда я работал тренером еще, когда был совсем-совсем молодой и красивой, я в одном клубе проработал порядка 4 лет. Я помню людей, которые, когда я пришел работать, они такие были толстенькие, веселые, и когда я переставал работать, они были такие же толстенькие, а то и тощие, такие же веселенькие. Вот это люди с силой воли. Вот представьте себе, 4 года ходить в зал, 3 раза в неделю, и не меняться или даже толстеть. И явно толстеть не было их целью. Поэтому вот это вот, на самом деле, сила воли. Я бы так не смог. Вот я реально понимаю, чтобы где-то 3 месяца не было результата, да ну его нафиг, эта штука ваша не работает, сказал бы я. А они нет, ходят, вот поэтому... Может быть, отдыхают, но мне кажется, есть тем более, гораздо веселые занятия. Тебе никто не рассказал про пиво, значит. Вот. Думаю, более-менее по нутриентам основным понятно. Теперь вода. Чтобы вы понимали, вода это самый сильный анаболик. Слово анаболик означает усилитель обмена веществ. Вот вода это самый сильный анаболик, поэтому, скорее всего, скоро ее запретят, будут продавать по карточкам и введут на нее налог. Вода запретить потребить воду, русским особенно. Вот именно русские не дают пить воду на соревнованиях, скажут анаболик. Что будет, в принципе, справедливо с точки зрения биохимии, да, и фармакологии. Так вот, жидкость. Вот по жидкости важный момент. Еду мы можем кушать практически не так сильно привязываясь ко времени. Если не рассматривать идеальных вариантов. Конечно, в идеале подстраивать углеводы под тренировочный процесс, к вечеру снижать количество углеводов, увеличивать количество белка и пищевых волокон. Но если это все отбросить в сторону и хочется жить получше, главное, калорийность, чтобы влезала в сутки. Суточная калорийность, мы ее укладываем. Кушаем как-то где-то что-то, правильными продуктами, и все уже будет хорошо. С водой все не так. Необходимую норму жидкости мы должны потреблять равномерно в течение дня. Так как жидкость у нас постоянно выводится, и любой момент жажды является уже серьезным стрессом для организма. Жажды допускать нельзя. Жажда замедляет обменные процессы. То есть, если даже вы правильно кушаете, в правильной калорийности, и вдруг вы не взяли с собой бутылку с водой, и вам лень купить, это плохо. Надо пойти и добыть где-нибудь воды. Потому что как только вы перестаете пить и ходите с чувством жажды, то процессы обменные замедляются примерно 30%. Как раз таки, так как вода используется во всех реакциях, входящих в организме, организм начинает максимально экономить свободную воду и замедлять все процессы, включая процессы жиросжигания, да и умственной деятельности, то есть, окисления глюкозы мозгом. Вот поэтому вода – это очень важно. И куда-то спрятанетесь мой шейкер с протеином. Потому что вода с протеином перемешанная – это вообще очень сильно важно. Пустые. Все, вот, это мой окажется, а не их. Вопрос как раз вот по поводу крепления воды во время тренировки и после тренировки. Вот столкнулся я с личностью к своей работе. Там коллектив женский, и вот девушки… Не повезло. Девушки беседуют о том, как они тренируются, питаются, и мы, наверное, по всей теме, по которому питаются. И я тоже вклинился в этот разговор. Одна из них мне говорит, что еще во время тренировки-то нельзя, еще после тренировки два часа нельзя. Друзья, это получается какой-то миф, да? Это миф, опять же, это все из телевизора, это как раз к диетам на кефире и гречке, и так далее. А пить во время тренировки нужно, можно, и еще и добавочно нужно много. Но нельзя пить залпом. Это вредно. Так как я уже говорил, все процессы, скажем, связанные с нашим пищеварением, водным обменом, скажем, немножечко ухудшаются из-за того, что отток крови происходит, то если мы выпьем очень резко много воды, кстати, ребята наверняка помнят, играешь в футбол, на улице бегаешь, с залпом между таймами ты вливаешься литр воды, сразу начинается где-нибудь боль в подреберье. Это связано как раз таки с тем, что перегрузка идет, в водящей системы. Пить нужно маленькими глотками практически после каждого подхода. Это очень важно. В разрезе бодибилдинга дополнительно это еще дает то, что при расщеплении гликогена образуется перуват, молочная кислота, так вот она еще на себя задерживает воду. Когда вы попиваете воду в процессе тренировки, то памп мышц будет сильнее. А это один из основополагающих моментов в росте мышечной ткани, растяжение фасции. Поэтому пить нужно, можно, нужно делать обильное количество вжитости, употреблять, но маленькими порциями. Да, да, нужно выдавать было стаканчиками по 50 мл, стопочками. В советские времена спорт был вообще интересный. Ребята все стоят в очереди за витаминами. Хоккеист там 13 лет, все получили, что это болел. Зато выигрывали все. Была хоть и какая-то система. Такой вопрос вот насчет воды. Тоже есть мнение, что за полчаса до еды и после нельзя пить воду. Иначе у тебя... Бабушка не права. Все плохо. Бабушка не права. Врут. Врут. Можно пить, мало того, можно пить еще во время еды еще и холодную воду. И она так будет тихенько стекать по стенкам желудка и быстренько через желудочный фильтр дальше уходить. Она ничего там... Это вообще в полной ересь, кроме того. Пить можно. Но желательно, конечно, пить все-таки воду комнатной температуры по причине того, что если будешь пить очень холодную воду, организм будет тратить энергию на ее нагрев до необходимой для усвоения. То, что холодную пить воду не стоит, это вот именно в этом причина. Теперь по жидкости. Количество. Сколько же нам нужно воды? В идеале количество потребляемого жидкости должно быть в диапазоне 3 грамм воды на 1 килограмм веса человека. Вот это будет примерная норма. Если вы пьете кофе или любые кофеин, содержащие напитки, то вы должны увеличить потребление жидкости на то количество кофеин, содержащего напитка, которое вы выпили. То есть, если у вас, получается, 2 кружки больших кофе по 200 миллилитров на работе, то вам прилипает еще 400 миллилитров воды, нужно выпить. Это момент тоже важный, его не стоит забывать. Потому что многие думают, что я тут пью весь день зеленый чай, и мне не нужно пить воды. Вот, к сожалению, если вы весь день пьете зеленый чай, то вы, получается, не потребляете жидкости практически необходимой для обменных процессов. Кроме того, еще и чаи снижают усвоение многих веществ, таких там витаминов, минералов и так далее. Поэтому, если вы утром пьете витамины, то прям проснулись, резко открыли глаза, прям засыпаем в горло все эти витамины, запиваем водой, и уже там спокойно, когда вы завтракаете, можете пить кофе или чай, но не вместе с витаминами. Опять же, у нас все это успешно покинет организм, всем известным путем, и как вот товарищ у нас БЦА тратит на энергию, да, так же вы витамины потратите... Я шучу, я шучу, но, интересно, нужно разделить приемы витаминов и кафе из драчных напитков. На самом деле, вот в этом, не знаю, какая подробность, вот примерно, наверное, полчаса я вам рассказывал, то, за что, скорее всего, диетологи вам не расскажут, еще и возьмут деньги, и еще и не будет у вас толкового результата здоровья. Все просто, посчитать калории, выбрать правильные продукты, потратить время на то, чтобы последить за своим организмом и записывать, что вы едите. На основании этого каждый может получить очень легко и быстро результат в изменении своего тела. Теперь по тренировкам. Как я сказал, что питание зависит от целей, тренировочный процесс точно так же зависит от цели. Очень важно для себя определить, что же вы хотите получить в результате. Причем желательно еще и, так скажем, куститься на землю и не пытаться стать одновременно супербыстрым, суперсильным, суперсухим и еще и огромным. Все-таки многие эти, многие так и делают. Вот если ребята, они ходят на бодибилд, бодибилдом занимаются, потом идут на кроссфит и еще хотят пожать 200. В итоге они отрывают левую грудь, у них закисление миокарда безумное, просто густая кровь и все у них плохо. Еще они и не растут, и потом лечатся. И говорят, что бодибилдинг вообще вредный и все от ваших протеинов. Нет, все не от протеинов, в основном все от головы и все проблемы от ее отсутствия. Поэтому выбрав цель, от нее строится тренировочный процесс. Если хочет развиваться в разных направлениях, то как раз уже выстраиваются микро-мезоциклы, в которых вы тренируете разные системы. То есть в этом смысле абсолютно реально быть и накачанным, и сильным, да, чередуя в своей программе периоды набора мышечной массы и периоды набора силы. Потому что вещи это не сильно взаимосвязанные. Есть ребята, занимающиеся пауэрлифтингом, которые в категории 75-80 кг жмут. Скорее всего, если ребята на хорошем уровне, даже в среднем выступают больше, чем культуристы весом за 100 кг. Просто потому что у них разные цели абсолютно. Но если бы каждый из них преследовал цель и быть, скажем, накачанным и сильным, каждый из них мог бы в обоих видах спорта преуспеть, так как используются одни и те же мышечные волокна. Просто используются они с разной целью. То есть и там, и там. Это были сокращающиеся волокна, только один человек качает их на гипертрофию, а второй как раз таки на прямое их цельное значение, на силу, на взрыв. Также система энергобеспечения. Все-таки в большинстве случаев у качков это гликогеновые мышцы, дают небольшой запас сахара, который сжигается в протезе тренировки. А у силовика это достаточно крупные сами мышечные волокна, крупный связочный аппарат, плюс большие запасы цитоплазмы и креатинфосфата в мышцах. Потому что основная силовая работа как раз таки на основе, так скажем, расщепления креатинфосфата в мышцах. Поэтому креатин это добавка, которая работает в 90% случаев, не работает обычно только у людей с очень высокой кислотностью желудка. И креатин с большой гарантией дает вам увеличение силовых результатов. А впоследствии рост мышечной массы, если он является целью, либо лучшие результаты именно в силе. Время под нагрузкой на мышечную группу. Все-таки, я так понимаю, что основное количество ребят занимается фитнесом, бодибилдингом или приближенным к этим видам спорта и хотят построить результаты, получить в построении тела, то время нагрузки на мышцу должно быть в диапазоне 30-40 секунд. Количество повторений вообще пофигу. Вы можете сделать 4 повторения за 40 секунд с длинными негативными позитивными фазами. Вы можете делать негативную фазу в 8 секунд, а позитивную фазу за 1 секунду и также уложить с 4 повторениями в 40 секунд. Вы можете сделать 10 повторений, тратя на каждое повторение 4 секунды. Не будет практически никакой значимой разницы. Единственное отличие у вас будет тренироваться либо больше сила, больше связки, либо больше тренироваться будет взрывное усилие плюс скоростно-силовые характеристики на взрыве. Потому что если бойцы будут жать 40 секунд, штангу в 60 килограмм, резкими взрывными движениями наверх и практически роняя ее и подхватывая на уровне груди, потому что им нужно успевать быстро выкидывать руки. И действительно, тренируясь таким образом, ни один боец не станет более медленным и закрепощенным. Он реально будет быстрее, сильнее и выполнит полноценно правильную для него физическую нагрузку. То есть на основании того вида спорта, которым вы занимаетесь, выбирается и вид упражнений движений. Но правильное время именно под нагрузкой для мышцы 30-40 секунд. И последующий период отдыха тоже важен. Многие сейчас пропагандируют очень маленький отдых. С точки зрения правильной теории, не совсем верно. Отдыхать нужно достаточное количество времени. Опять же, каждый из вас индивидуален, и вы со временем сами поймете, сколько вам нужно отдыхать. Но диапазон в полторы минуты стоит выдерживать подавляющему большинству. Для кого-то это будет 2 минуты, для кого-то минуту. В последующем, пока полторы минуты, 90 секунд, вполне адекватное время отдыха. Причем это как раз время отдыха, которое, опять же, для достижения верного результаты стоит засекать. Потому что то, что вы отдохнете меньше, это маловероятно. А то, что вы отведетесь на телефон, отведетесь на диалог с кем-либо и отдыхать начнете дольше, чем нужно, эта вероятность высокая, чем это чревато? Может быть, как позитивный, так и негативный результат. Позитивный фактор. Возможно, как раз-таки вам и нужно отдыхать 3 минуты, и для вас это будет идеальное время, и вы почувствуете в следующем подходе, что вы хорошо восстановились, при этом памп мышц не прошел, у вас организм не перешел в режим восстановления. Но, может быть, и такой случай. Возможно, кто-то замечал, что вы тренировались, все шло круто, тренировка была прям замечательная. Вам позвонили по работе, вы порядка 5 минут разговаривали по телефону, возвращаетесь к снаряду, и вес, которым только что выполнили с легкостью 10 повторений, становится для вас неподъемным. Это кратко будет связано с тем, что организм решил, тренировка закончена, я перехожу в режим энергосбережения и восстановления, и он начнет заниматься совершенно другими делами. Плюс, если для вас это непривычное время отдыха, то все, тренировка практически не скружит насмарку, потому что всегда лучше не дотренироваться, чем перетренироваться, но все-таки возможно это выбиться из вас свершего тренировочного плана. Поэтому периоды отдыха во время тренировки тоже стоит для себя отмечать. Опять, благо, у каждого у вас с собой по любому телефон, и пикающий таймер – это не самое сложное техническое приспособление. По группам, по зонам делить на сплит, тренироваться каждый день по одной группе, либо выполнять упражнения в фуллбаде. Тут скорее нужно ориентироваться на то, насколько вам нравится тот или иной вид тренинга. Но стоит обратить внимание на то, чтобы у вас, опять же, если вы а – любитель, б – любитель без фармподдержки, чтобы количество рабочих подходов, именно рабочих, на обычную группу в течение недели, или в вашей тренировочной неделе, которая может быть как шести, так и восьмидневной, не стоит привязываться, на самом деле, к семи дня в неделю, не превышало порядка пятнадцати рабочих подходов. То есть, если у вас тренируется в один день, вы тренируете грудь, то вы там пятнадцать, шестнадцать рабочих подходов, то есть, это может быть, у вас там три упражнения, либо там четыре по три подхода, либо там три по четыре. Вот в этом диапазоне не нужно делать сорок рабочих подходов на грудь. Не нужно думать, что Филхит в видео делал семь упражнений, и в каждом по пять подходов, что вам нужно делать так же. Филхит это делал на видео, потому что на видео это выглядит круто. Вот и все. Точно такой же человек, просто очень большой и с серьезной командой, и специалистами, которые с ним работают, но все же перетренировывать мышцы не стоит так сильно. Всегда результат будет лучше, если вы их не дотренируете, нежели вы их закончите в режиме, так скажем, перетренированности. Либо даже закислите безумно сильно с избытком. По этой причине, где 15-16 рабочих подходов в течение недели тренировочной. Поэтому и фуллбадди может быть рассматриваться у вас, либо два раза в неделю вы можете тренировать ту же самую грудь. Вы можете с чем-то ее объединить, у вас будет в понедельник центральная зона груди больше прорабатывается в четверг, вверх и низ, к примеру. Там и там у вас будет по два упражнения, по четыре подхода, все отлично, вы тренируете, как вам нравится грудь дважды в неделю, и она у вас адекватно получает количество нагрузки и адекватное восстановление. Тренировать же грудь каждый день будет бессмысленно. Либо, если вы не делаете, это всего лишь одно упражнение, может, у вас идет каждый день в фуллбадди. Если вы вспомните, кстати, или кто-нибудь читал или слышал так называемую золотую эру, то в те времена действительно практиковалось, что спортсмен приходил на тренировку и тренировал каждый день все тело. И результаты у них были, мне кажется, для большинства любителей очень даже замечательными. Даже если мы исключим фармакологическую поддержку из рациона спортсмена, который тренируется каждый день по фуллбадди, не перетренировываясь и только правильно и грамотно питается, притом можно применять какие-то спортивные добавки, которые все-таки оказывают ускоренное, так скажем, сильное воздействие на ускоренное получение результата. Всегда можно достигнуть этого и того же результата со спортивным питанием и без. Только со спортивным питанием займет у вас построение реального тела, которое вам будет нравиться 3 года, без спортивного питания 5 лет. Но финальный результат будет один и тот же, поэтому через 6 лет никто не заметит разницы. Но через 3 года гораздо более приятно его получить. Плюс нагрузки они влиять могут и негативно, да, и многие добавки как раз-таки, они снижают количество негативных возможных действий на организм, либо на травмы, либо на нарушение каких-то систем, на какие-то воспалительные процессы под нагрузками и так далее. Поэтому и тренировки в фуллбадди ежедневные, дают результат, это доказано, это проверено, как с точки зрения теории, как и с точки зрения практики. Сплит, в свою очередь, тоже эффективен, потому что, там, начиная, наверное, года с 85-го, у культуристов стало принято тренироваться по сплиту. Еще к тренировкам важный момент. Менять программу тренировок каждые, там, 3 месяца нужно? Разное мнение есть. С одной стороны, говорят, что менять – это значит создавать тот стресс, который необходим, но с другой стороны, говорят, зачем менять то, что я так хорошо работаю? Вот очень хорошее второе мнение. Абсолютно верно. Каждые 3 месяца менять тренировки нужно было, я думаю, в начале 90-х. Скажу почему. Им в начале 90-х было мало интернета и много печатных изданий. Чтобы печатные издания, журналы продавались, нужно было печатать новые программы тренировок. Как раз-таки каждые 3 месяца по-любому тебя уже убедили, что программа нужна новая, и тебе нужен новый номер журнальчика. Сейчас есть интернет, поэтому можете менять программу тренировок каждую неделю. В большом счете, вашему организму вообще глубоко пофигу, отжимаетесь вы или жмете штангу. Он вообще не в курсе. Он знает, что он сокращает грудные мышцы. Если вы можете создать одинаковый стресс на мышечную группу в том и в другом движении, то вообще все равно, что вы будете делать. Поэтому, если вы хорошо чувствуете одну и ту же программу, то вы можете внутри этой программы качаться и, только меняя режим питания, набирать либо сушиться. Это тяжелые подходы. Они не легкие. Нет, я именно говорю про смену программы тренировок. Ты делал 6 упражнений. Грубо говоря, ты делал жим лежа, разведение, бабочка, кроссоверы, брусья. То есть на следующие, через следующие 3 месяца с точки зрения фитнеса, да, и почему нужен там, кстати, тренер, тебе нужно было в следующем деле. Жим под обратным наклоном, отжимания на брусьях на широких, кроссоверы с нижнего блока, жим в хаммере и еще какое-нибудь мифическое странное упражнение на грудь. Вот, я говорю именно про это сейчас. А то, что менять именно циклы, легкая, тяжелая, средняя тренировка, да, либо тренировки могут быть так, что одна – тренировочная, две – восстановительная, да, абсолютная норма, если человек правильно понимает, имеет этим пользоваться, то периодизация, циклирование нагрузок нужно и верный путь, особенно при натуральном тренинге. Без этого большинству не добиться результатов. Либо, опять же, как я сказал, если вы будете в своей голове держать фразу, что лучше не дотренироваться, чем перетренироваться, то даже в условиях того, что, может быть, вы не используете периодизацию, скорее всего, у вас все будет нормально. Если же вы тренируетесь прямо на максимуме своих возможностей, без, скажем, тренировок поддерживающего характера, очень быстро можете вогнать свой организм в стрессовую ситуацию с точки зрения физических нагрузок и перегруза ЦНС. Тоже, периодизация, да, нужна. А вот менять все упражнения на новые – это вообще не нужно. Мне только давать отдых. Да, мне давать, конечно, отдых нужно. Но, кстати, вот еще такое практикуется у многих, вы знаете, культуристов, там по месяцу, например, не тренироваться вообще, или два месяца не тренироваться и превращаться из такого эталона, так скажем, телосложения в такой дрищавый жирный кусочек, который ходит в балахоне, такой, ничего, ничего, сейчас сяду на курсы, буду красивый. Это плохо. Это значит, что он неправильно тренировался весь год, неправильно готовился. В разрезе правильных тренировок спортсмену не нужны периоды затяжного отдыха. Могут периоды быть поддерживающих тренировок и так далее, но когда вот нас ребята прям все на два месяца пропадают из зала, и именно пропадают по своей воле, иначе они неверно тренировались. Бывают травмы, как бы, это да, это одно, с ними особо не покачаешься. Кардио обязательно, вообще, в принципе, кстати, я про кардио забыл. Нет, я не забыл, я просто до него не дошел, я вот так ему это скажу. Я до него еще не дошел. Кардио обязательно нужно в любом режиме, и частый вопрос, можно ли худеть без кардио? Да, естественно, можно, потому что кардио – это просто расход калорий. Но не стоит вообще на кардио смотреть в разрезе сжигания. В большинстве случаев, если вы посмотрите на ваш фитнес-трекер, либо на беговую дорожку, вы поймете, что, ходя полчаса, вы сожгли 90 ккал. Поверьте, проще не съесть, блин, 11 грамм сахара, проще не съесть их и не получить эти 90 ккал, чем полчаса ходить. Но правильное кардио в верхних вкусовых зонах будет позитивно сказываться на вашей сердечно-сосудистой системе, на рабочем объеме сердца. Потому что если вы только качаетесь и не делаете кардио вообще, то сердце будет гипертрофировано, как у любого спортсмена. Но гипертрофия может быть двух типов. Один тип – человек, который не делает кардио. У него толстенные стенки, огромное количество мышечной ткани в сердце, при этом объем рабочих камер маленький. И это плохо, потому что сердце начинает сокращаться часто-часто-часто-часто-часто-часто, потому что тела много, крови много, а камеры маленькие. Для прокачивания крови достаточно нужно серьезное предполагать усилие. Либо если вы делаете кардио на регулярной основе, то у вас растет также и рабочий объем сердца. Как при правильном дыхании у музыканта растет рабочий объем легких. Плюс увеличивается количество альвеол, которые поглощают кислород и так далее. Поэтому правильное дыхание, правильное кардио, объем рабочего сердца обеспечивает вам здоровье. Но и вот тут уже маленький плюс этот кардио регулярного, что чем больше кислорода может потреблять ваш организм и транспортировать по кровотоку, тем сильнее ваши окислительные процессы. А все окислительные процессы отвечают за все, что происходит в организме, плюс за жиросжигание. Жиросжигание – это процесс окисления жирных кислот в митохондриях, которые являются энергетическими, так скажем, хорошее слово, я называю кислотами, станциями лучше, с энергетическими станциями организма. Поэтому кардио нужно желательно полчаса в день. Кардио и, опять же, телефон-то только хорошее. У всех есть какое-нибудь приложение, связанное со здоровьем. Поставьте себе цель, чтобы каждый день вы проходили минимум 10 тысяч шагов. Это на самом деле не так много. Я сегодня еще ничего важного не делал. Я прошел уже 5800 шагов. То есть даже если я потом приеду домой, мне буквально получится, поделаю кардио полчаса и дохожу еще в свою норму. Снег вообще убирать. Блин, я задолбался вообще в хлам. Такой тяжелый, был мокрый, жесть. Поэтому 10 тысяч шагов – ваша минимальная норма, считайте. Это для здоровья 10 тысяч шагов. И плюсом 30 минут кардио, скажем, уже для развития рабочего объема сердца и для улучшения всех обменных процессов. Когда ходить? Можно ли ходить после еды? После еды ходить можно. То есть у вас так по времени получается, что вы считаете, что вы можете ходить только после завтрака, у вас там есть какой-то период времени, либо после ужина, но вы где-то слышали, что ходить там нельзя, то нет, можно. Вы же не будете бегать, стараться. Во-вторых, улучшается перестатика кишечника от ходьбы, поэтому никаких проблем нету, покушали, пошли. Тем более мы уже все умные знаем, что питаться лучше рационально, правильными продуктами, разделить их в течение дня, поэтому вряд ли вы сидите всю вашу норму за один раз. У вас не будет лишней тяжести в животе, поэтому вы спокойно сможете выполнять кардио. Вот тренироваться, так скажем, на полный желудок, слабые тренировки выполнять, вот это вот уже будет и для вас тяжело, и неверно для организма, потому что, во-первых, как я уже говорил, в процессе серьезной силовой нагрузки у нас хуже работает ЖКТ, а во-вторых, у нас все движения силовые происходят с натуживанием. Натуживание – это напряжение всех мышц корпуса. Соответственно, все это будет сжимать наш пищевод, и возможность того, чтобы еда покинет организм, причем не с целевого направления, очень высокая. Многие тяжело тренируются, наверное, вспоминают, как они тяжело качали ноги, и их там тошнило. Многие этим гордятся, гордиться нечем, это стресс, ни разу счастливый ты человек. А такой вопрос, а если смысл, допустим, тяжелую тренировку ног, сразу встать, допустим, закинуться пассажками и пойти сейчас тренировать ноги, чтобы не было ЖКТ, потому что, допустим, рано утром и наишу идут? Да, прямо рядом, прямо рядом, потому что, допустим, если я выпью патрижный коктейль, или тренировка ног, все равно идет. Тебе тяжело? Можно. Можно, не привязываясь к приему пищи и углеводов, пойти и тренироваться. Потом уже... Да, потом уже ты свой рацион съедаешь, главное у тебя калорийность в течение дня. Если ты не чувствуешь проблем, и тебе не тяжело тренироваться на пустой желудок, ты реально можешь это делать. Я зачастую, кстати, как раз таки не завтракаю, потому что не успеваю, но я пью протеин, там, и туда высыпаю остатки каши, которые не съела дочка, ну, там немного углеводов получается. Но, по большому счету, так скажем, я тоже иду без углеводов на утренней тренировке, проблем в этом не вижу. Если ты почувствуешь, что тебе не хватает энергии, опять же, ничего тебе не мешает применять правильные углеводы, которые не создают тяжести в животе. Я уже называл, да, амилопектин, цикл, декстрин, BCAA, что ты даже насыпал, и все это дело попиваешь в процессе тренинга. Почему это лучше делать, да, даже если не будет там амилопектина, хотя бы BCAA, чтобы процессы катаболические в организме все-таки не перекрыли очень сильно общий анаболический эффект от тренировки, который ты получишь за день. Потому что катаболизм, он будет обязательным, его ничто не может заблокировать полностью, его можно снизить. Но нужно понимать, что в течение дня при правильном питании, при норме белка, при том, что ты занимаешься регулярно, то, что у тебя там всплеск катаболиков, весь этот катаболизм и даже разрушение мышц в последующем в течение дня будет перекрыто той степенью анаболизма организма твоего, патология получилась, но по-другому не знаю, как сказать, в течение дня. Есть ли смысл заниматься при переутомлении и неравном срыве? Поддерживающую тренировку. Да, всегда смысл есть, так как в большинстве случаев тренировочный процесс вызовет выброс эндорфинов в организм. А из-за того, что ты не перегрузишь ценность от тренировки, то есть у тебя не будет практически катаболизма, ты даже можешь тем самым вывести себя из стрессового состояния. Плюс есть такая вещь, называется она «свободные нейромедиаторы». В организме человека они отвечают как раз за эмоциональные всплески. Вот в процессе тренировок свободные нейромедиаторы выплескиваются в кровь. Поэтому после тренировки тяжелый, нервничать вообще не хочется, ну тебе реально пофигу, если не война, то и ладно. Или там говорят пожар, ты говоришь «полухолодный, сидим». Та же самая история. У тебя количество свободных нейромедиаторов сократится и даже возможность нервничать просто только в день физиологии у тебя упадет. Вот ты приходишь и такой «ебать, все плохо». Ты позанимался такой «ну, как бы вроде бы плохо, но ближайшие часа четыре пофиг». То есть смысл тренироваться есть, но ни в коем случае не пытаться вгонять себя уже в стресс. Первое, что нужно быть поддерживающий характер носить. Это нужно для себя здраво оценивать. Потому что мы, понятно, мы там все победители, мы пришли сражаться с этими железяками, и ты даже понимаешь, что можешь поднять больше, ты можешь сказать себе «сегодня я должен поднимать меньше». Это моя сегодняшняя цель. В будущем это даст мне лучший результат. Потому что очень многие как раз таки постоянно сражаются, в постоянной борьбе находятся. Находясь в постоянной борьбе, ты проиграешь. Всегда нужно успеть отдохнуть, поесть, восстановиться и так далее. Почему даже самые лучшие бойцы планеты, и понятно, что они получают за каждый бой там от двух миллионов долларов. Обрати внимание, они каждую неделю не идут с кем-нибудь, короче, лупиться на ринге, потому что у тебя были бы очень богатыми. Они к бою готовятся, после боя они отдыхают. Так же и ты должен отдыхать. Не честно, да? Даже руку не поднимает. Аж здоровый, потому что. А мне не поднять. Слышал такую теорию, что именно для сжигания мышечной стани, кто-то хочет уменьшить мышечный объем, чтобы после тренировки целевой группы просто, грубо говоря, сутки не потреблять белка, чтобы не строить. Фигня. У тебя запас еще белка из обычной пищи часов на 30, короче, есть там в кишечнике, не поможет. Если ты хочешь, чтобы какая-то мышца уменьшилась, ее нужно не качать. Мышцу сжечь нельзя. То есть, чтобы какая-то мышца стала у вас меньше, вы должны полностью исключить с нее нагрузку. Как очень многие девушки думают, что у них очень мощные квадрицепсы, на самом деле они у вас жирные, если что, если вы думаете, что они у вас мощные, они просто жирные. Вот. Но это не важно, ладно. Так вот, они думают, что они могут их сжечь и будут там делать по 300 разгибаний, или им тренер рассказал сильно умный это. Нет, вы просто должны сменить свою тренировочную программу так, чтобы у вас квадрицепсы не задействовались вообще. То есть, если вы хотите, при том, что у вас скорее, если у вас реально развиты сильно квадрицепсы, скорее всего, у вас слабо развиты ягодичные, потому что находятся они у вас с разных сторон, у нас есть тазобедренные доминанты, да, то есть, это мышцы разгибателя спины, бицепс бедра, ягодицы, либо квадрицепс. С точки зрения, то есть, биомеханики, от рождения, мы все по-разному. Распределяем нагрузку, например, что бы я ни делал, я приседаю, уже ногами и все, что угодно, у меня бицепс бедра напрягается. Распределение. Распределение. Распределение тоже. Бицепс бедра, он тоже как бы... Он здоровенный, как бы я его не качаю, да, то есть, я стараюсь, всегда перенаправить нагрузку на квадрицепс. В этом случае, и вот девочкам, у которых, им кажется, бедро превалирует, нужно убрать из своей программы приседания, убрать любые жимы ногами. Вам нужно делать там ягодичный мостик, сгибание бедер, стоя, лежа, румынские становые тяги, там, становые тяги на одной ноге. Куча, куча, куча движений, которых не будет задействовано квадрицепс. В таком случае, только вы можете, либо он постепенно даже станет меньше без нагрузки, либо, что будет, скорее всего, более правильным и верным, у вас пропорции выровняются бедра, да, то есть у вас увеличатся ягодичные, станет более округлым битвы с бедра, вы, скорее всего, правильно питаетесь, у вас уменьшается талия, вы становитесь стройнее, вы тренируете плечи, спину, у вас выравниваются пропорции тела, и вы выглядите просто замечательно. Так что все достаточно просто, как видите, опять же, где-то в минуту я уложился в то, что продают книжки. Хочешь жрать, пей протеин, пойми, в том-то и дело, что у тебя протеинка, ты-то хочешь есть, это нормально, ты потратил энергию, но организм пока еще не способен полноценно переваривать твердую пищу, он только что занимался совершенно другими делами, вот в чем дело, вот именно поэтому и было создано спортивное питание, не совсем глупые люди и жадно его придумали, как раз такие умные, и которые хотели, в принципе, помочь спортсменам восстанавливаться, то есть первые же спортивные напитки, они были гадкие на вкус, представьте, просто сухой яичный белок, то есть когда-нибудь пробовал его, это редкостная дрянь, но как раз таки он очень легко усваивается, и в принципе яичные белки легко усваиваются, если кто не любит спортивное питание, считает это вселенским злом, отварил яиц, принес с собой контейнер, открыл его, тебя минута все ненавидят, потому что будет вонять этим яйцем, и ешь яичные белки, если хочешь закрыть норму белка сразу после тренировки обычной пищей, да, либо выпить кефир, если у тебя он влазит в твой рацион, но проще выпить вкусный протеин и который легко усвоится. Так надо сразу, есть или удача через часик? Можно через часик, но лучше, если ты поешь сразу, особенно там в разрезе того, что есть 2 грамма белка на килограмм тела, тебе нужно в течение дня развести все приемы пищи, да, то есть просто этот вот белок, да, который у тебя в твой норму попадает, можно выпить. Просто стараться максимально быстро, да, после тренировки закинуться... Просто выпить, стараться не надо, бежать не нужно, все окей, да, тем более, скорее всего, то есть, ну, все употребляют БЦА, но они то раз дают дополнительный буфер белка в крови, поэтому никакого экстренного кипиша нету. Еще такой вопрос в плане тренинга, вот у меня остается трудное тело, особенно его часть, я как бы, сколько нужно делать перерывы, почти нужно, как я понимаю, делать мережливые ромки, что-то у вас, и сколько часов должны перерывы? Во-первых, все, что тебе нужно сделать, если он... И сон регулярно, даже иногда днем. Вот самое главное и первое, вот раз он у тебя не растет, делай что угодно, только не то, что ты делаешь сейчас, сто процентов, да, то есть, сейчас ты делаешь точно неправильно для себя, то есть, выбери любой другой режим и посмотри в диапазоне там 45 дней, на то, как у тебя будет меняться. Так скажем, в разрезе стандартов. Стандарты – это очень условные вещи, мы все индивидуальны. Так я скажу на примере себя, грудь у меня болит практически дней по 7, я не могу ее часто тренировать. Плечи я могу качать каждый день, и они сразу будут расти. Руки я могу не качать, они будут расти. Вот, поэтому, то есть, руки, плечи восстанавливаются у меня моментально. Норма приблизительная для всех людей. Мелкие мышечные группы восстанавливаются 2-3 дня, средние мышечные группы, как раз такие, как грудь, либо плечи, восстанавливаются 3-4 дня. Крупные мышечные группы, такие как ноги и спина, при полноценной, максимальной загрузке восстанавливаются от 5 до 8 дней. А при фамподдержке? Быстрее, примерно на 30%. Но при фамподдержке степень нагрузки на мышцу у тебя возрастает. И это, скорее всего, выравнивает скорость восстановления. То есть, ты тренируешься тяжелее, и восстанавливаешься ты дольше. Из-за того, что ты тренировался тяжелее. Поэтому диапазон временного восстановления получается тот же. Но ты это можешь понять лишь по себе. Потому что я даю усредненные цифры. Я, к сожалению, могу знать только то, что можно знать на основании большинства людей. Но то, что есть очень серьезное разнообразие у нас, это так. Плюс, естественно, стараться мышцу чувствовать в процессе, потому что из-за особенностей строения врожденных либо приобретенных может просто у тебя нагрузка не попадать наверх груди. Вот реально можно... Не место, если просто есть из точку А в точку Б, а как раз и руку. Естественно. То есть, наша цель напрячь рабочую мышцу, а не переместить штангу с места. Перенесение тяжести из одного положения в другое называется стронгмен. Это когда мы берем камень, любым способом поднимаем камень наверх. Делаем это как угодно. Это вот задача, это цель этого вида спорта. Перенести машину, перенести камни, пробежаться с баллонами, с газом, с огромными и так далее. В случае телостроительства цель построить или нагрузить мылечную группу. Этим мы и должны заниматься. У тебя грудь практически всегда работать будет вся, при любом варианте. Но если есть цель, ей ты отдаешь практически 50% общего времени нагрузки. Я бы даже тебе рекомендовал скорее всего начинать все вообще движения на грудь с диапазона от горизонта до 45 градусов. Да, 45 градусов. Да, там еще нифига не будет включаться плечи. Если правильно выполнять движение, как раз таки вот именно в этом положении 45 градусов при полностью прижатой спине, то есть без моста. Потому что я много смотрю ребят, мне так интересно, задирают скамейку наверх, выгибаются, в принципе, я так же буду в горизонте. Спина должна быть прижата полностью, да, вдоль спинки скамейки. Важный истинный момент. При тренировке верха груди, при наклоне скамейки должно смещаться место опускания штанги. То есть, когда мы ждем на горизонте, мы опускаем примерно на мечевидный отросток, такой хрящик есть на грудине, либо это условно линия сосков. Да, если у кого-то грудь сделанная, они могут быть в разном положении, ориентировались на мечевидный отросток. Чем мы выше под наклоном находимся, тем выше смещается положение штанги при опускании. То есть, с диапазонника уже градусов 45 у нас, мы опускаем штангу на ключицы. Да, когда мы лежим в горизонте, линия сосков, если у нас там градусов 30, то примерно середина грудная. Это важно, чтобы правильно шла нагрузка и правильно шел вектор движения. Есть места приложения силы. Так как грудная мышца у нас большая, идет связочная, да, связка крепится по всему кругу. То есть, когда мы находимся под большим наклоном, растяжение в верхней части будет сильнее. То есть, дальше находятся места крепления, сильнее растягивается мышечная ткань именно вверху груди. Работа одна вся, сокращается вся. Ну, так как места приложения силы максимально далеко находятся в верхней части, то и стимулирование тех волокон, которые находятся вверху груди будет выше. То есть, грубо говоря, можем так, если бы мы взяли какой-нибудь прибор, который будет мерить мышечное напряжение, да, либо нагрев мышечной ткани, либо электромагнитный сигнал от мозга к мышце, то мы увидим там по графику, что, грубо говоря, на 100% будет работать грудь здесь и на 60% здесь. Везде работает, но есть точка, где больше. Это касается всех мышц, в принципе. Также и спины, что, естественно, когда мы подтягиваемся, толщина спины тоже работает, но меньше. Так как основной это нагрузка на места прикрепления, находящиеся на плечевой кости и на нижней зоне. Получить денег. Получить денег, да. Вообще электростимуляция очень крутая штука. Она действительно очень полезная для всех людей в случае реабилитации травм. Вот когда у человека сняли гипс и у него еще ничего не двигается толком, вот эта электростимуляция, а это практически один из единственных путей быстрого восстановления и перехода в нормальный режим жизнедеятельности. Для спортсменов же эта миостимуляция ничего дополнительного не даст. Опять же, мы там все видели, как, опять же, пресловутый филхит качался, да, в этих миостимуляторах. Ну, просто. Ну, это реально прикольно выглядит, да, почему бы и нет. Может, кого-то замотивирует или человек пойдет качаться с этими штуками, ну и круто, пусть он с ними качается. Он же качается, это уже замечательно. Я прочитаю, что для построения мышечной массы, просто, может, на этот вопрос вы затронули в своей, в своей мини-лекции. Для мышцы мне не важно, нагружаю я ее штангой или гантелями или тренажером. Абсолютно верно. Но, что дает тебе штанга? Она вовлекает в работу большее количество мышечных волокон, да, стабилизатор, изверление является базовым, то есть, она оказывает общее укрепляющее действие на весь организм. Но, допустим, если мы сравним с тобой жим в тренажере и жим штанги лежа, да, вот на грудь, это будут оба хаммера, где будет нацелено полностью на всю грудную мышцу, да, есть хаммер практически как горизонтальный жим и жим лежа. Вот, для развития мышц груди эффективнее хаммер. Для развития в целом твоей силы и функциональности организма эффективнее штанга. И тут ты выбираешь, что тебе нужно. А ты умный парень, ты поэтому сначала пожал в хаммер, а потом пожал за штангу. Почему я назвал такой порядок? В хаммере ты больше дал нагрузку на мышцы груди, стабилизаторы у тебя не так сильно напрягались. Поэтому в последующем со штангой, даже с тяжелым весом, да, потому что ты уже утомленный, мышцы стабилизатора у тебя будут хорошо держать, будут работать, но при этом вероятность травмы будет ниже. Поэтому варианты предварительного утомления мышечных групп перед базовыми движениями в рамках фитнеса и бодибилдинга я бы рассматривал. В рамках силовых видов спорта нет. Там есть цель присесть с большим весом. Когда цель присесть с большим весом, нехренне приседать в смите. Иди приседай с большим весом. Это твоя задача основная. Если ты сломаешься, это твоя цель. Бывает. То есть сразу хочешь массой мышцы, иди, жми, приседай и тяни. Это притянуто за уши. Это притянуто за уши. Еще история из подвалов, где не было где тренажеров. Нет, ну, понимаешь, у каждого периода жизни человечества были свои мифы. И в каждом виде спорта, и в каждой субкультуре они присутствовали. Фитнес-индустрия та же самая субкультура. Были свои мифы. Когда-то и земля была плоская, и стояла, кстати, еще на черепахе, слонах и так далее. И это было нормой. Поэтому когда-то было нормой реально крики, что присед, тяга и жим, и вот это вот настоящие мышцы. Мышцы, они, в принципе, в варианте будут настоящие. Можно их потрогать, потыкать. Даже у животных можно съесть, они все настоящие. И неважно, даже они выращены на фармакологической поддержке или в натуражку. Эти мышцы абсолютно идентичны друг другу. Да? По всем параметрам. И, кстати, сдуваются они с одинаковой скоростью. Просто когда сдувается очень большой качок после химии, это более заметно. Но скорость того, как человек избавляется от мышечной массы, не используя ее, прекратив свои тренировки, одинаковая, как для натуральных мышц, так и для, так скажем, построенных с помощью допинга. Разницы не будет скоростью. Просто будет более заметно, естественно, более быстрый процесс избавиться, так скажем, прийти к уровню всему базовому, примерно. Вот. Девочки, давайте вы. Так что вы слушаете, давайте спросите что-нибудь. Привет, для девочек. Какая стоит цель не набрать мышечную массу и построить мышечный каркас, а именно максимально, в итоге максимально уменьшится в объемах. Как это сделает если у вас не здорово? У вас первое дело, вы смотрите на рацион своего питания, да, далее вы красно-таки тренируетесь без серьезной цели, да, на набор мышечной массы. То есть у вас тренировки спортивные, но есть общий укрепляющий характер, да, а дополнительный расход калорий, да, если вы понимаете, что вам хочется съесть побольше, да, но при этом хочется потратить калории, это нормально, да. Я уже говорил, главное вписываться в калорийность, да, свою. То есть если вы понимаете, я хочу, мне нужно дополнительный там греческий салат с соусом. То есть вы считаете, 500 калорий, окей, я пошла на час на танцы, да, то есть они не будут сформировать мышечный корсет практически серьезный, единственное, на что может повлиять, да, то, что могут начать развиваться достаточно сильно мышцы голени, да, в процессе танцев, ну, серьезную нагрузку они получают. За этим тоже нужно следить, многим девочкам там не хочется, чтобы икры стали крупными. То есть просто нормировать нагрузку, либо как раз таки тренироваться по системе фуллбадди, то есть все тело прорабатывает для общего тонуса, для создания кислородного долга, для общеукрепляющего воздействия на организм. Ну, и им просто можно добавить, так скажем, особый акцент, там, пару раз в неделю на ягодичные, потому что, ну, не бывает много ягодичных, даже в очень стройной девушке, да, то есть ягодичные между всем, и это все окей, можно как раз таки вот на это и потратить свои основные силы, а на все остальное тело просто тренировать. Но, если, так скажем, потом присмотреться, со временем, скорее всего, вы поймете, что можно как-то еще улучшить пропорции, то есть вы поймете, что там девушке нужно добавить там подтягивания, да, в определенной степени, да, потому что всем хочется узкую талию, если вы, как я, прямоугольный от рождения, то единственный способ создать талию, это просто увеличить как бы верхнюю часть туловища, да, многие говорят, что у меня там узкая талия, да ни хрена, она там на с метр практически, просто у меня и в плечах там полтора, поэтому, и каждая девушка может с личными упражнениями улучшить общие пропорции, она не будет выглядеть мышечной, поймите, а вот то, что девушки боятся накачаться, это, чтобы девушка накачалась, это либо ей огромная природная данность, либо она вот что-то употребляет, у девушек очень плохо растут мышцы, у вас нет тестостерона естественного, а без тестостерона расти очень-очень сложно, поэтому наверняка вы уже замечали, большинство девочек таких крепких, которые не применяют допинг, они довольно-таки немного мальчиковые такие, да, у них большинство не очень большая грудь, они очень такие, у них более ярко выраженные скулы, это просто те девушки, у которых от природы чуть-чуть выше уровень мышечных гормонов, чем у большинства девушек, поэтому они достигают чуть быстрее результата в плане именно силовых видов спорта, в наборе мышечной массы выглядят более такими жесткими поджарами, в большинстве для девушек набор мышечной массы очень малогероятен, да, и касательно там вот как раз-таки бедер, если у кого-то кажется, что они накаченные, нет, это не так, просто есть геноидный, андроидный тип запасания в организме питательных продуктов, это я так мягко назвал, где скапливается жир, вот, андроидный тип, это по-мужскому типу, когда наверху, да, выше пояса скапливается жир, а геноидный, как раз-таки, когда в ноги, там, в ягодицы уходят, и самое печальное, что в этих местах в последнюю очередь мы худеем, и тяжелее всего, потому что это основное жировое депо организма, но там-то похудеть тоже можно, просто нужно понимать, что в последнюю очередь, то есть у многих девушек может быть вроде бы еще на ногах там, так скажем, небольшая корка, а уже будет виден пресс, но по итогу и с ног тоже можно избавиться от жира, и когда девушка уже избавилась от всех своих проблемных зон, ну, в последующем, даже если она начинает там расслабилась в отпуске, начинает, она полнеет уже везде симметрично, справилась в свою проблему, вы к ней уже скорее всего не вернетесь, ну, потому что вы уже красивая в зеркале, но не хочется быть некрасивой, это стопроцентный вариант, что вы к проблеме своей не вернетесь. Такой вопрос, может ли, скажем так, человек, который занимается в спам-поддержке, как я уже говорил, следит за своим питанием, там чуть, ну, взвешивает все там вроде, следит за сном, спит днем, и требуется настолько же интенсивно и часто, как человек, который занимается с топами. Может, но в идеальных условиях, идеальных условий, но не существует. То есть, стерильная комната в вакууме есть, но как ее построить, возникает вопрос, да? Ну, как бы с точки зрения физиологии, да, может, но это очень маловероятно в условиях реальной жизни. Вот. То есть, ну, максимально честно, да? Но приближенно быть к заряженному человеку ты можешь. и побеждать его в каких-то видах соревновательной деятельности, независимо от того, какая цель в этих соревнованиях, тоже есть возможность. Рассматривая только физиологические нормы. То есть, в менс физик победить может натурал вообще в легкую. Там есть весовые ограничения, потому что бодибилдинг тяжелый это не физиологичная мышечная масса. То есть, без дополнительного допинга организм человека может поддерживать мышечную массу, ну, скажем, определенную. Так скажем, человек ростом метра восемьдесят может быть сухим, жестким и прям таким вот, прям здоровенным, ну, в диапазоне 95-98 килограмм при идеальных вариантах. Это прям здоровенный будет такой чувак. Но набрать 130 килограмм сухого мяса он не сможет, хоть он разобьется об стену. Это настолько не физиологично, что тут нужно, чтобы твои уровни гормонов всех были, ну, в далеком космосе. И в большинстве случаев это вам никому не понадобится, так еще и с применением препаратов, скорее всего, этого не добьетесь, добьетесь только нарушений здоровья. Это прямо, так скажем, нужно, чтобы один из десяти тысяч начал заниматься бодибилдингом и чтобы он еще и начал что-то употреблять. То есть, там вероятность, там, один за двуста тысячам, что так пройдет такой спортсмен, да, которого не будут побочные эффекты, превалировать над позитивными эффектами допинга на организме. Потому что я, так скажу, ну, очень-очень много людей употребляют допинг. И очень-очень мало людей выглядят так, как будто бы они хотя бы в зал входят. То есть, я знаю тренеров, но они очень много употребляют препаратов. И при этом они выглядят хуже, чем обычные рядовые клиенты зала, которые не живут в этом зале, которые питаются еще хрен знает как, выглядят лучше, чем вот эти вот ребята на фармподдержке. Поэтому эффективность допинга, она очень сильно, так скажем, преувеличена. Преувеличена она либо торговцами допингом, либо телевидением, ну, которому нужно про что-то рассказывать. На самом деле, если мы будем устраивать какую-то пирамиду значимости, то допинг будет на четвертом-пятом месте. Да, вверху будет стоять система режима тренировок, питания и восстановления. И только, наверное, еще на четвертом месте будет отсутствие стрессов, только на пятом месте будет, на шестом. На пятом будут дополнительные добавки, витамины, минералы, свободный аминокислот и так далее. На шестое место попадет допинг. Поэтому, как видите, у вас есть огромное количество пунктов, по которым вы можете быть наравне с спортсменами из спорта высших достижений и получить результат не намного хуже. Ну вот. Давайте, а то еще про спортивное питание что-нибудь рассказывать. Это вообще самое простое для меня. Про гормон роста что-то про гормон роста рассказывать? До скольки лет его вообще нельзя принимать? Примерно. Пойми, гормон роста вообще, зачем вы его придумали? Вот, для детей придумали. Вопрос, до скольки лет его нельзя принимать вообще, отпадает. То есть, в случае, если это прописано, рекомендовано врачом, как, в принципе, скорее всего, любые вещества стоит, любые вещества не стоит применять вообще дополнительно, да, экзогенные, которые могут повлиять на вашу гормональную систему, но в случае применения лучше присутствовать с врачом. То есть, детям прописываться он может с очень раннего возраста в случае оставания в развитии, да, то есть, нехватки самотропного гормона. Оказывается, он общий, так скажем, воздействий на весь организм. Этот гормон, он влияет прям, ну, на все. Он влияет на качество волос, кожи, ногтей, на скорость старения человека, на скорость липидного обмена, он влияет на укрепление связочной костной ткани, он влияет на общий обмен веществ, то есть, является анаболиком, достаточно мягким, легким. То есть, от гормона роста не стоит ждать прибавки какой-то серьезной мышечной массы, тем более, как вы, наверное, понимаете, очень многие, как раз таки, обеспеченные люди его применяют, особенно за границей, практически все звезды первой величины употребляют гормон роста. Хороший пример тому, как у нас Сталон товарищ чуть не сел в Австралии, да, прилетел с чемоданчиком небольшим гормона роста, ну, представьте, сколько лет до Сталона, как он выглядит. Да, и та же самая Мадонна, там это очень распространено, это не распространено в России, так как нету, в принципе, базы знаний у наших врачей, у нас нету такого понятия практически, как антиэйдж терапия, там это совершенно другое, на другом уровне. Гормонозаминительная терапия очень распространена на территории Соединенных Штатах и на территории Европейского Союза, для них это норма, да, то есть мужчина, которому 40 лет, и у него низкий уровень тестостерона, для них это считается болезненным состоянием, ему просто, в случае, в уровне здоровья прописывают тестостерон, если он на него не в норме по анализам, естественно, не дозировки спортсмена, а просто там какая-то терапевтическая доза минимальная, которая приравняет его к тому, как он был в молодости, просто для поддержания качества уровня жизни. Также с амотропным гормоном, он применяется там гораздо чаще, чем у нас. У меня даже есть знакомые, которые, врач, как раз таки он, он сам андроид, но и очень много клиентов по омоложению в их клинике, как он проходит, он говорит, у него много клиентов, всего лишь двое, да, получают терапию дополнительным гормоном роста, при том, что по собственному желанию обратились и так далее, ну, по рецепту покупают у него в аптеке. Вот, но применяется, часто оказывает огромное количество положительных эффектов на организм, у него есть два противопоказания. Первое, он вызывает повышение сахара в крови, поэтому с применением гормона роста нужно жить за сахаром, плюс особой внимательностью тем, у кого были, так скажем, диабетики. А раковая предосположенность? А раковая предосположенность. Гормон роста не онкогенный. Но он может ускорять развитие и рост уже существующих опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных. Поэтому, если даже у кого-то из родственников было и у вас появится, если вы употребляли гормон роста, то вероятность того, что он на это повлиял, стремится к нулю, потому что с точки зрения Всемирной Ассоциации здравоохранения он признан не онкогенным веществом. Онкогенным веществом признан вводимый извне ИФР-1. Притом ИФР-1 полностью разрешен в США и является средством для мезотерапии. То, что гормон роста одновременно запрещен в США. Да? У нас разрешено и то, и то. Перед употреблением нам лучше сдать анализы. Вообще, лучше сдать анализы вообще регулярных тоже сдавать без употребления. Лучше сдавать анализы. Если кто-то решил, да. Но, смотри, то есть, если у тебя... Он просто не будет с этим связан никак. Появится у тебя рак, не появится. Коммун роста не повлияет. Но если он есть, да, если он есть, то, естественно, применять будет нельзя если какие-то опухоли есть, потому что их рост будет ускоряться. Вот. Сам, по-сому, он не онкогенный. Он дополнительно, да, 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 он ускоряет там частично перевод энергообмен на алипиды. То есть, он сжигает зиру сухоренно. Это в случае, у кого повышается сахар. Да, то есть, человек на диете не заметит этого эффекта. Человек, который жует булки и ставит гармошку, может ощущать чувство сонливости именно в период переменения. Отеки могут быть, это опять прописано именно в медицинской аннотации, к медицинскому препарату. Чем связано с задержкой жидкости от гормона роста это влияние на натриевые каналы. Это очень, вот почек, это небольшое количество людей, у которых может быть задержка жидкости, но если задержка жидкости есть у человека в организме, она, скорее всего, будет спровоцирована не только гормон роста, но и общими системными изменениями, за которыми нужно тоже следить. Да, потому что сам по себе он все-таки большого количества выделять у большинства не может. Но опять же, все индивидуально, у кого-то может быть даже аллергия на гормон роста, так как это белковое вещество, пептидная цепочка, и там какой-то один процент или два людей могут испытывать аллергические реакции в легкой либо тяжелой форме от гормона роста. Да, есть иммуногенность у препарата определенная, так как это белок, хоть и приближенный к человеческому, 99%, то есть один процент, который может вызывать иммуногенность, то есть появление антител. Как раз-таки, чтобы, если кто-то там решит применять, дабы повысить эффективность препарата и срок его эффективности на организм лучше ставить внутримышечно, гормон роста, нежели подкожно, потому что иммуногенность при внутримышечном введении будет ниже. То есть фактически он для восстановления суставов, с точки зрения в Северной Ассоциации здравоохранения, он как раз-таки является единственным 100% рабочим препаратом. Викостамин и календрогитин МСМ они у всех хорошо работают, потому что усваиваются они через ЖКТ. И те, у кого работают 100% все и чувствуют они снижение боли, больше это как раз-таки сопровождается тем, что там есть гидросуфосеры МСМ, он снижает, он у всех снимает воспалительный процесс и проходит болевой синдром. А если делать инъекционный кондопротектор? Будет выше активность и биодоступность. Соответственно. А еще вот такой вопрос вот насчет спотенопитания, спрошу. Вот допустим, вот амилопектин, скажем так, он как-то привязан к весу человека под следом? У тебя он привязан к твоему количеству углеводов, потребляемых в сутки. У тебя есть норма, в которую ты планируешь вписываться, да, для достижения набора веса, либо его сброса. Вот если ты пьешь амилопектин, ты должен его посчитать в свой дневной рацион. Сколько, допустим, за тренировку лучше не буду, если бы я ограничусь? Нету лучше. Смотри, нету как лучше. Я пью 30 грамм, профики пьют 200 грамм, возможно, на сушке пьют меньше. Все исключительно исходя из того, сколько ты вообще потребляешь углеводов за день. В целом, ты можешь взять все свои 300 грамм углеводов за сутки, которые ты планируешь, и разом их выпили во время тренировки. Либо разделить на до тренировки, большой доглоток, процессы тренировки и после. И построить вообще все свои углеводы это тоже имеет место быть, так поступают, так делают. А все остальное время дня у тебя идут только уже белки и жиры, и пищевые волокна. То есть салаты с мясом и омега и так далее, заправлены салатом. Поэтому все равно всегда стоит экспериментировать и проверять на себе. То есть тут знаешь, как говорят, какой лучше купить протеин, изолят или сыворотку? Да? Ну, цена, ну, более-менее близко, да, изолят чуть подороже. Насколько он лучше? 100% изолят лучше для людей более старшей возрастной категории. Почему? У них больше проблем с пищеварением лактозы. В изоляте ее меньше, поэтому у человека более старшего возраста ему, скорее всего, придется выбрать изолят, если у него проблемы с сывороткой. Если с сывороткой проблем нет, то он может спокойно употреблять сыворотку, она дешевле, ее можно больше употреблять. Но, опять же, возможно, кто-то из вас выбирает, там, есть сниггерс, и он хочет, есть сниггерс. Тогда, естественно, ваш выбор изолят или гидролизат, да, вот там стоят они на полках. Почему? У вас там будет меньше дополнительных жиров и углеводов и практически один белок. Соответственно, эти вот жиры и углеводы вы можете получить из обычной еды. Ну, может, вы любите, вы там пасту, да, допустим, вам хочется кушать пасту. Соответственно, вы можете вот разные продукты питания, выбирая спортивного, нормировать потребление вот этих дополнительных продуктов. То же самое там, омега-3 обязательно к приему добавку. Прям вот ее нужно купить себе, маме, папе, дедушке и еще друзьям дарить на Новый год. Но, если вы не очень любите голосовать капсулу с омегой, то ничего вам не помешает. Допустим, много есть красной рыбы. Ну, это пиздец дорого. Скоро, с ней еще рыба подорожает, потому что вводят сейчас нормы новые по транспортировке рыбы. То есть, понятно, что глонасс, да, до кончета глонасс с подключением температуры в процессе всего времени транспортировки пищевых продуктов. То есть, естественно, это ляжет на плечи транспортных компаний, логистику и финальную стоимость товаров. А рост омеги не может вырасти? А? А рост омеги не может вырасти? На омегу нет, на омегу это не повлияет. Повлияет именно на продукты питания, на обычную пищевку. Омега как БАД. Идет. Ну, по БАДам тоже там скоро что-нибудь влупят новое. Сейчас вообще по всей России как-то проходит есть внутренний приказ внутренний приказ Роспотребнадзора в данный момент и по всей России по всем городам в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу во всей России проверяют магазины спортивного питания точки продажи БАДов и места производства добавок. То есть, все, что имеет сертификат СГР специализированного питания для спортсмеров либо сертификат БАДа подвергается проверке. Вот, например, в фитнес-баре вся продукция подлежит проверке потому что они не торгуют продуктами по декларациям. То есть, можно протеин завести как белковый углеводный коктейль и он будет ни сега не спортпитом а просто деклараж у него получаешь за 15 тысяч и торгуй. И еще ты ни за что не отвечаешь и их еще не проверяют. Потому что в России хлеб не проверяют и молоко это пищевка можете его делать ногами и в подвале. Соответственно, тут продукт только имеющий сертификацию которые уже прошли исследования в московском институте вы понимали СГР можно получить только в одном месте в России и долго. Не потому что это сложно а потому что там одна бабушка только подписывает эти СГРы. Если она ушла в отпуск то все все тоже курят еще дополнительный месяц. Процесс сертификации он долгий и сложный но тут продукты все только сертифицированные. В принципе, по-моему, в Питере больше нету сетей которые изначально построили свой бизнес так. Но по большому счету придя сюда в этот надзор скорее всего красный киу уйдет наверное довольным потому что чеки правильно оформлены расположение продуктов все продукты с документами большинство брендов так скажем проверенные у которых не будет писяков ни с упаковкой ни с этикеткой вот поэтому тут как бы да все окей. Куча магазинов сейчас они там хватаются за голову плачут и расстраиваются что такое нехорошее государство их проверяет ну при том что он торгует хрен знает чем у них нет там глаза покупателя у них нету кассовых аппаратов и тупо их сжимает государство на самом деле просто они привыкли ничего не платить ничего не соблюдать и при этом потом жаловаться и тут проблем не будет у большинства проблемы в России такие приличные в питере солнце ты пройдешь прием витамина D обязательном порядке обязательном порядке прием витамина D в этом порядке сдать анализ на витамин D и потом прокрутируйте с врачом о необходимой дозировке чтобы вы понимали норма в России которая рекомендуется к применению для населения 600 миллиграмм что-то единиц международных витамина D я употреблял ежедневно 5000 единиц по анализам витамина D у меня находится чуть-чуть выше нижней границы то есть в данный момент я перешел на 10 тысяч единиц ежедневного приема витамина D он опять же полностью витамина это значит большое количество обменных процессов в рационе должен присутствовать обязательно особенно в юном возрасте поэтому это как раз таки один из продуктов так скажем в перечень обязательно к омеге его кидаем то есть у нас например сейчас докатый гриозамин с кальцием допустим продукт с кальцием продукт с кальцием сразу с витамином D кексом кальций кальций невыносarle не усваиваются а для того чтобы кальций усваивался его был правильный баланс и не было закисления крови еще от кальций лишнего нужно еще витамин К опять же можно смотреть в составе продукта кальция есть ли он там либо купить продукт кальция от генетика потому что там витамин К как раз таки содержится, отвечающий за баланс. Отдельно собираемся в кланах есть, потому что так быстро, буквально сегодня, по-моему, привезли сегодня, да, клан, будете витамины? Да, потому что именно отдельно витамин мало не найдешь. Вот, сегодня у нас вышел буквально, ну, наверное, вчера он вышел, да? Витаминно-минеральный комплекс, DL-формула. Вот, скажем, тут самое-самое основное, очень бюджетный продукт, ну, самые основные витамины и минералы, которые требуются человеку. Вот, ну, примерно у всех, на самом деле, это не то, что копия продукта от MyProtein, это тот же самый продукт, что MyProtein. Если посмотреть даже в баночке, там одинаковые таблеточки, они точно так же выглядят. Это, так сказать, первый наш шаг к витаминам. После будут комплексные витамины для девочек, для мальчиков, да, с разным содержанием. И уже в последующем будет переход к выпуску отдельных витаминов. Скорее всего, первая это будет группа B, а потом в планах это выпуск продуктов, продуктов для пищеварения до комплекса энзимов. А в последующем уже такие сложные препараты, как там витамин D и так далее. А? Я употребляю ежедневно, потому что я не люблю есть овощи. Я вообще не люблю много есть, и у меня 70% моего рациона, наверное, последние 10 лет составляют продукты спортивного питания. Как видите, 20-летний умер от протеинов, все нормально. Поэтому, опять же, важно именно сочетание нутриентов в питании. То, откуда вы их получаете. Космонавты вообще из тубиков питаются, нормально себя чувствуют там. Наверняка даже вкусно, скорее всего. Поэтому, да, у спортпита много чего можно получить, и… В принципе, куча… А? В спору нет вопрос денег. Нет, да понимаешь, даже вопрос денег. Куча, скажем, если взять анализы и там порыться в организме, много чего стоит там, кого-то подкорректировать. Если руководствоваться тем, что посоветуют врачи для приобретения, да, в аптечных сетях, вы заплатите еще раз в 6 больше, чем за те же самые продукты, находящиеся на полках спортивного питания. Потому что сейчас мы тут смотрим, да, вот в здоровье долголетия. Тут стоит практически все, что может быть в аптеках, да, плюс огромное количество именно натуральных продуктов, да, трав, вытяжек, комплексных препаратов, они продаются как спортивное питание. Потому что не каждое вещество может быть спортпитом, да. Что-то, какие-то группы веществ могут быть только лекарственными препаратами. Вот если продукт может присутствовать в спортивное питание, либо как баз, стоит уделить им внимание, потому что это будет, а, дешевле, и сырье, закупаемое что нами, аминокислоты, да, что фармкомпаниями, оно идентичное и с одного склада. И обладает одинаковыми сертификатами. Просто лекарственные препараты стоят дорого, потому что все лекарства продают государству, государству нужно много денег, фармлобби, ну и куча-куча всего. То есть те наценки, с которыми работают аптечные сети, они близко не снились на протеинное питание. Они тут зарабатывают процентов 10 на протеине и процентов 30-35 на каких-нибудь сложных продуктах. А цены на омега, как это именно? Просто смотрим, ну давайте, очень-очень просто. Омега-3, 6-9, например, я сейчас не вижу, может быть закончилось, от генетика. Та же самая, что от компании «Салгар». Значит, «Салгар» стеклянные банки, вообще как их стоят, очень дорогой «Салгар». У нас и у них с одного завода одни и те же капсулы рассопленные в наши банки и в банке в компании «Салгар». Цена будет отличаться прямо от «Аттайка» к «Симе». Да, та же самая история с очень многими продуктами. У нас и врачи будут в каком-то веке, я говорю, у меня он приходил… В каменном, возможно. Да, и эндокринолог сказал, да, 300 калорий употребляют и срочно скидываются. Очень негамотные эндокринологи. Так вот ты и делаешь, что у нас, ну, спортивные врачи это не все нормально найдешь. У нас практически нет направления в спортивной медицине. Да, да. И, в принципе, со спортсменами работать вообще очень сложно. То есть, опять же, у нас тут просто спортивное питание, у нас у всех должны быть санитарные книжки или с допуском, да, то есть на разных предприятиях, да, там, торговли, либо производства, разные книжки. Ну, то есть, когда я сдавал кардиограмму, мне тетя сказала, а почему будет у вас постоянный сердечный приступ? У нас тоже гипертрофированное левое предсердие, толкающая кровь, оно такое, у нас синусоиды вылетает и помещается на листочке на этом. Я говорю, это нормально, так должно быть. Ну, вам виднее. Да. Так тоже самое, я говорю, со спиной. Не, нельзя больше пить за килограмм, так и так далее, что там вообще нельзя, не сам подходить. Да, вообще, касательно анализов, кому-то, возможно, это пригодится в жизни, кто-то, возможно, служит, либо работа там связана, работа с задачей анализов. Анализы, чтобы были максимально верными, желательно перед ними порядка трех дней воздержаться от физических нагрузок, потому что действительно это сказывается. Опять же, там из моей молодости история, когда я работал тренером, нужно было только получать санкнижку, я поприседал, хорошо, бодро, и пошел сдавать анализы на санкнижку и кровь. А показатель АЛТ показал, что это порядка 200 единиц АЛТ. То есть это уровень прям такого гепатита нормального. Те санкни говорят, у вас гепатит? Я говорю, ваша мать, нету, я приседал. То есть, соответственно, адресин трансфераза содержится еще и в мышечной ткани, да, и она может в процессе физических нагрузок тоже попадать в кровоток. То есть АЛТ может быть обусловлено высокое тем, что ты просто покачался тяжело. Ну, вот пришлось там 4 дня не тренироваться, идти пересдавать эти ферменты печени, и все, ну, пришло в норму за это время, все окей, вылечился. Соответственно, да, то есть, ну, часто может быть такое, там, пилоты, да, либо кто-то там служит, чтобы были анализы у вас более точные, лучше не заниматься спортом, чтобы потом, если врачи не очень грамотные, им не объяснять, что у вас все окей. Вот. Все, они говорят, у них карточки памяти заканчиваются. Прикиньте, все почему-то думают, что у меня ненамичная тренировка, видимо, сердце бьется более активно, когда говорю. Если говорю быстро, вы предупреждаете, потому что для спикера, кстати, вот витаминки показываю. Вот такие вот витаминки. Ребята вас проконсультируют. Давай. А если приборы, вы просто сейчас не видел, как то измеряют процент жира, это все бред или? Это не бред. Называется биом-педансный анализ. То есть ты там как-то чувствуешь пульс, потом измеряется рост, потом ты что-то делаешь? Нет, ну где вот одну руку, это уже полная херня. Но то, что нахрень высаживается. Это хрень, она плохо меряет. Весы плохо меряют. Знаете, ногами встаешь, домашний. Ну, называется биом-педансный анализ. Он основан на сопротивлении различных тканей току. Да, то есть пропускаемость тканей через воду, кости, жир и так далее, отличается. На основании сопротивления тока выводится таблица соотношения различных элементов в организме. Во-первых, он не точный. Погрешность высокая. Практика там 20%. Потому что если вы утром рано натощак пройдете этот анализ или пойдете выпейте колу и съедите два жирных бургера, будет очень разница. Но если в одинаковом состоянии примерно проходить это исследование организма, то можно будет в динамике посмотреть изменение состава тела. То есть у вас будет постоянно примерно одинаковые условия. Если вы решили сдавать состав тела, вы сдаете его натощак. И уже там раз, через два месяца, через четыре, вы будете видеть динамику. Если вы сдаете в разное время, то толку никакого нет. Состава тела. Биом-педансный анализ состава тела. Вот это количество костной ткани, жидкости, активной мышечной, клеточной массы и так далее. Содирание воды. На это все влияет непосредственно то, как у вас там вы поели. Потому что даже проводимость тока через жирную кровь, которая будет меньше, сирина, отличается. Самое точное – это калиопиометрия. Это когда ты берешь жир, вот так вот померил ладошками. Ну не ладошками, есть специальный такой, типа штангенциркуля. Вот как раз защип делается. Специалисты, которые умеют это делать. Отрежь. Это некрасиво. К хирургу сходи. Нет, ну всякое. То есть замеры более точные именно калиопиометрия. Идеально смотреть застану своего тела в зеркале. Да, это очень на самом деле эффективно. Зеркало – хороший помощник в том, чтобы оценить, как ты меняешься. Потому что вес может стоять на месте при идеальном питании. И, кстати, да, можно ли там наращивать мышечную массу и параллельно сбрасывать жир? Да. Можно. Но, опять же, приближенно к идеальным условиям. Но можно. Просто нужно соблюдать четкую строгую диету. Так. Я думаю, что мы будем потихонечку закругляться. У нас есть две банки БЦА новых. Вкус называется… Ну называется он Мистер Пейпер. Да. А это же такое плагиат. Это не плагиат, а не Мистер Пейпер. Вкус черри-кола, на самом деле, наверное, вот с момента, как он вышел, теперь это мой любимый вкус на холодной воде. Мне очень нравится. Мы, наверное, эту баночку подарим девушке, которая была смелая. Вот. А одну баночку давайте мы подарим тому, кто скажет мне, как я вначале сказал, год основания компании Genetic Club. Я скажу, что вот он был первый, поднял руку, на самом деле. Я думаю, поднял руку он неспроста. Да? Так что я тебе поверю. Видишь? Тебе должен был руку поднимать. Он прям сразу поднял руку. Поздравляю. Держи. Не-не, он прям сразу. Он видимо предвидел мой вопрос. В фитусбаре ребята хорошие работают, специалисты грамотные. Поэтому можно реально их слушать. Они порекомендуют, что еще можно приобрести. Ну, по-любому. Рыбежир надо забрать у них. Рыбежир забирайте. Витамины, кому нужны, забирайте. Они и так дешево стоят, со скидкой тоже хорошо. Остальное уже по необходимости, потому что у нас черная какая-то прошла, больше скидок уже у Генетика точно не будет. Сколько? Витамины. Витамины будут стоить на месяц. Это самый базовый набор витаминов. Естественно, есть дороже, лучше, больше. А? Тут вся база. Ну, это D-Multi3 так и называется. То есть, велосипед мы не изобретали, как я сказал. Взяли у, скажем, лидеров европейского онлайн рынка. Больше, чем MyProte никто не продает в данный момент. продукции именно в онлайне. В принципе, там, ну, гигант-гигант. Что у нас еще выйдет вообще в ближайшее-ближайшее время? В генерно сложных углеводах выйдут новогодние вкусы БЦА. А вы их не получите, а не по декларации. Потому что мы их только придумали. СГР получать от четырех месяцев и до бесконечности, в зависимости от криворукости сотрудников. Те, в которых были немцы, были алкогольные? С вкусом алкоголя, да. Да, в этом году обновленные. Так же, если вы своего руководства... А? У нас? У нас, на простите магазина уже нету. В принципе, найти их можно будет либо с нашего сайта, либо можно сильно-сильно пристарать своему руководству и сказать им, чтобы они привезли в питнес-бар под декларацией. Потому что торговля под декларацией абсолютно законна. В принципе, я считаю, что все-таки, ну так скажем, на популярном условии хайп можно выехать, да, куда вкусы реально интересные. В том году в опте мы продали все, что было с алковкусами за три с половиной часа. Все ушло в продажу по опту, либо в резервы и закончилось. В этом году мы, конечно, умнее. Мы сделали, во-первых, больше в два раза, чем в том году, и зарезервировали следующую партию алкогольной ароматики, поэтому... И выпустили мы их пораньше, да, до выступления Нового года. Интересный подарок, поэтому за их сайтом следите, вдруг они тоже закупят их, да, думаю, там скидки у них есть и так далее. Либо на нашем сайте сможете заказать, думаю, найти сможете. Вкусы очень интересные, прикольные. Девочкам рекомендую попробовать клубника-шампанское, вкус приятный, нежный. Для ребят будет ром-кола, куба-либра называется вкус, кофейный ликер B52 и вкус глинтвейна. И пара старых вкусов с грейпфрут-ром с прошлого года. Вот. Генерал на сухолочных углеводах, изовей на подходе, препарат для девочек будет для красоты, с коллагеном, гиалуроновой кислотой, витамином С, куинзимом Ку-10 и так далее, короче, так скажем. Для красоты. Для мальчиков выйдет суставный продукт, тоже на базе коллагена, глюкозамина, хондроитина, куркумы и гидросульфада серы. Вот. Поэтому коллаген штука хорошая, полезная. Пока мы не выпустили, опять же, у вас есть коллаген? У них тут коллаген есть, поэтому, у кого есть проблемы с суставами, рекомендую к базовому хондропротектору добавить коллаген. А, еще мы добавим и в женский, и в мужской препарат гидроуроновую кислоту, так как она полезна и, так скажем, как для бьюти индустрии, так же для восстановления состояния здоровья. Я вас всех благодарю за то, что вы пришли. Тем более благодарю, если кто-то из вас выбирает продукты компании «Генотиклаб». Мы действительно очень стараемся. В данном итоге мы являемся лидерами рынка среди российских производителей. В большинстве, на самом деле, благодаря вам, нас бы не было без того, что нас собирают покупатели в магазинах, без того, что нас рекомендуют продавцы, которые могут быть уверены в нашем качестве. Наше производство в данный момент среди российских, наверное, одно из лучших, на которых вообще упускается спортивное питание в целом. Я бы, наверное, поставил на первое место «Эволар», но это фармпредприятие, но вы у них ничего не купите, потому что вы знаете, что протеин «Генетика» стоит полторы тысячи рублей, а «Эволаровский» грамм 800 стоит три тысячи. А дальше поставил бы прямо на второе место, наверное, нас, потому что мы выпускаемся на базе фармпредприятия в прошлом. Только в 2016 году перестали выпускаться лекарственные препараты, поэтому у нас там ультрафиолет везде, очистка воздуха с трехступенчатой, и весь персонал остался, кто работал с лекарственными препаратами. Ну и дальше еще буквально 3-4 компании в России есть реально хорошие. Прямо вот в России есть хорошее спортивное питание, не в единичном варианте «Генетика», есть и другие хорошие компании, которым можно доверять. Какие примерно? Я же не дурак еще называю. Просто говорю, что есть. И сам лично, на самом деле, я зачастую выбираю даже на полках магазинов российских производителей и кисломолочные продукты, и мяса, в которых я более-менее уверен. Поэтому и вам, на самом деле, порекомендую, потому что в России делают хорошо, потому что вот есть вы хорошие ребята, и говорят, что вы делаете хорошо свою работу. И есть такие, как мы, которые тоже делают свою работу хорошо. Поэтому вместе мы будем лучше. Вас я всех поздравляю. Ну, пусть 2 декабря, все равно уже там первый, второй день зимы и Новый год скоро. Так что я вас всех с этим поздравляю. Желаю всем быть здоровыми, крепкими, счастливыми, веселыми. Близких любить, ими дорожить. При желании можно сфотографироваться, кому хочется. И при желании можно его доставать и что-нибудь у него купить. Вот. У меня закончилось. Спасибо тебе.